Под Киевом. Что сейчас происходит? Удалось ли нам окончательно оттеснить врага от столицы? И все-таки стоит ли ожидать новых попыток атак на Киев? Ну, кстати, с Киевом, я бы сказал, наверное, наилучшее положение. Почему? Потому что действительно нам удалось оттеснить на некоторых направлениях на 30-50 километров, даже больше. Удалось оттеснить от Киева российские войска. Это раз. Второе. В районе Гасптомеля, Эрпеня, Буччи, они находятся в полукольце, и мы кольцо замыкаем с помощью огневого контроля. Наша артиллерия контролирует пути отхода и пути подвоза обеспечения, то есть боеприпасов, техники, топлива и продовольствия. Что приведет, в ближайшие дни может привести к тому, что у них просто закончится топливый боезапас, и они будут вынуждены либо умереть под нашим огнем, либо сдаться в плен. Это одна группировка. А вторая группировка, мы нанесли довольно существенные потери, и они, откатившись на 10-20 километров, переходят к обороне, пытаются закрепиться на том рубеже, куда они откатились. То есть роют окопы и окапываются. Но мы продолжаем огневое воздействие и на вторую группировку. При этом активно отрезаем им пути подвоза логистики, то есть подвоза боеприпасов, топлива и продовольствия. То есть они фактически, будем так говорить, в огневом кольце находятся, что одна, что вторая. Поэтому здесь наилучшее. Глубина вторжения там больше 300 километров, у них и подвоз логистики или обеспечение для них фактически прерван. И у них даже нет путей отхода. Идти 300 километров с боями, прорываться на выход из Украины, но это для них нереально. Силы и средств у них для этого не хватит. Силы и средств у них для этого не хватит.